Мы заехали, в общем-то, в Аркадию. Сделаем лодку из говна. Лодка из говна. А вот и море, ребят. Бычок в песочек. Так в жопу себе его засунуть этот бычочек. Раз, два, три. Ребят, мы с Серегей в гостях. Ля-ля-ля-ля-ля. Та вреде вы. Ля-ля-ки-ки. Дима, в общем-то, решил, типа, накрылась и сидит на кресле. Надо вообще менять стандарты. Еще раз снимем, сейчас камеру засуну, знаешь, куда. Компионный говальтер. Че-то, ребята, было. Ребят, а вот и Серега с Викусом. В общем-то, нас сейчас везут в Аркадию. Там должно быть сейчас очень симпатично. Сейчас очень тепло стало. И я думаю, что как минимум можно будет прогуляться и получить какое-то настроение. На вечерок мы сходим во флизер. Посмотрим, что у Димы происходит в Одессе. В Киеве мы-то видели. А вот что в Одессе происходит, надо посмотреть. Плюс мы решили выложить, скажем так, в очень экстремальных условиях информацию о том, что мы можем встретиться с подписчиками. Посмотрим, сколько людей вообще успел эту запись увидеть. И сколько людей вообще откликнут на эту запись. А это все мы проверим. Сейчас, в общем-то, будем ехать. Мы заехали, в общем-то, в Аркадию. Припарковаться было негде, поэтому мы с Сереней припарковались со всеми ребятами на платной парковке. А какого хрена, ладно? А что, мы приехали отдыхать, как бы? Сейчас пойдем посмотрим, что здесь на Аркадии происходит. Солнышко, ребята, вышло. И это очень радо. Смотри, вообще туч нет. Про номера не забыл? Реально. Нет, чувак. Номера твои не... Вот и Аркадия. Ну, вот мне нравится, что вот именно в Одессе, в Аркадии, очень симпатично именно как для прогулок. Знаете, когда вечером здесь гуляешь, что-то. Все очень круто. А это ты мне звонила с лайфа? Серега, что-то будем творить? Сделаем лодку из говна. Лодка из говна. Слушай, всегда тренд будет, да? Да, она всегда популярна была. Дом из носков, короче. Грязный, обязательно. Чтобы они стояли. Надо спортивную команду футбольную найти, короче. Крати, мы что придумаем? Что как бы хотели приехать в Одессу, чтобы погулять на Дарвину. Такой, ну, незаметный. Зимона сразу, в общем-то, слышно. Так я как не иду, все обращают на меня внимание, а потом на обувь смотрят, блять, на чем я, на каблуках хожу или на чём? Это бомбер, да. Да, это такая крутая штука. А вот уже, в общем-то, море, ребята. Оттуда только что не слетал. Оттуда телефоны вылетают. Вот так. Просто такими полетами. И голову у кого-то стримает. Очень жестко. Вот, а вот уже, не знаю, ребят, видно ли вам, а то мы уже, в общем-то, подходим к морю. Сейчас мы выйдем еще на пирс. И уже посмотрим более вблизи. Это, ребята, Ибица. Но она пока что готовится, в общем-то, к открытию. Готовится к открытию сезона. Поэтому пока вот так вот. А вот и море, ребят. Смотрите, как красиво. Наверное, люди тут все-таки еще не загорают, но... Хотя нет, ребята, вон малый уже получает себе солнечные ванны. Симпатично. Очень симпатично. Хотя уже практически скоро май будет. А мы на море. Конечно, мы купаться не будем. Я не особо хочу купаться, потому что еще холодно. Но черт побери. Волны есть. Море тоже есть. Почему бы и нет? Терпеть их не могу. Особенно вот эти, знаешь, которые сядут на пляже и курят. И бычок в песочках. Так в жопу себе его засуньте, этот бычочек. Я помню, как я, в общем-то, здесь, ребята, был. Прошлым летом. А ты что прошлым летом? Летом тем, которое было. Так же самое стоял здесь. Были другие блогеры. И мы, в общем-то, наблюдали за всем этим действием. Но было тепло. Люди купались, люди загорались. Сейчас только еще апрель. Раз, два, три. Все. Слушай, Серега, так тебе нормальную хатку дало. Ничего себе. Ребят, мы у Сереги в гостях. Так вы типа один в одной, другой в другой, да? Ну да, это моя комната. Я говорю, я бы в ванной душил. А ты, Серега, там. В ванной, у нас просто всегда самдепия, понимаешь? Короче, я считаю, что... Слушай, симпатично все. Стиралочка, все, что нужно есть, по крайней мере. А, в ванной с этой, с музыкой, я понял. С музыкой, короче. Подсветкой, да-да-да. Видел, как Бумчик из-за музыки кайфовал. У меня тоже была ванна. Да-да-да. Подсвет разный, понял? Ну, слушай, симпатично все, дискотека. Ну что, ребят, в общем-то, мы сейчас оставим некоторые вещи у Сереги дома. И пойдем, наверное, дальше погуляем. Мне бы, конечно, телефон возрядить было бы неплохо. И двигаться дальше. Ля-ля-ля-ля-ля. Та вреде вы... Ну, прикольно. Это только одессит, раз сейчас поняли. В общем, мы сейчас там посмотрим, в общем-то, себе очки, потому что в Одессе сейчас очень солнечно. Серега пока перекусит. А потом мы поедем, в общем-то, на Дерибасовскую. Заскочим к Диме, посмотрим помещение. Ну да. Которое должно быть, типа, вообще, там, тринец большим. Чуть ли не 500 квадратов, да, там? Не-не-не. 400 чем-то? Это в Киеве 460. А это в Киеве будет? А здесь будет где-то, наверное, такое же помещение, как и первый фризер в Одессе. Просто он уже не вмещает нужное количество людей, да? Ну, Дима, короче, там скоро уже и в Киеве здесь большой. Когда он вообще планируется? Уже вот ремонт идет, я думаю, что еще 2 месяца где-то. Ну, просто, когда площадь огромная, то затягивается ремонт очень надолго. Потому что когда каждая мелочь, каждая резеточка, каждый винтик, болтик, оно все стоит денег. Кажется, что там стены покрасил, свет, кресло, зеркало, все. Это летом, да, я так думаю? Да, летом. Вот и в Одессе надо к лету сделать, потому что в Одессе это как раз сезон, поэтому надо, чтобы работа вообще. Мы, типа, когда посмотрим очки себе, да? Очочки. Ну, шел, в общем-то, для себя отдел. Ну, по чем? Посмотри. Детские маленькие рейбенчики, короче. Надо Егору купить такие. Папа будет носить. Ребята, я тебя просто в шоке. Раньше мы любили просто ломать их, типа, проходишь, типа, поломал, типа, пришел. Я так не делал, чего? Это реально, типа, попробуем. Я хочу. Ты хочешь попробовать? Ты хочешь? Да, ты хочешь попробовать. Ребят, у нас просто только что было преступление года. Причем мы, ребят, со Снежкой выбираем очки. Их это вполне шеклин. То есть Снежке что-то не нравится, то мне что-то не нравится. Потому что нету ничего, я хочу. Ну, короче, как-то мы смотрим с ней, смотрим, смотрим, смотрим. А оно вроде бы, знаете, есть некоторые неплохие с одной стороны, но чего-то, короче, нету. Ну, короче, ребят, стоим. Тут ребенок решил наводить в порядке. Вот, мы отекаем, ребята, все. Убегать с яйцом. На свал. Короче, ребят, мы выбрали со Снежки себе очки. Ну, пока такие, немного временные, потому что на улице немного солнца. Мы что-то выбирали-выбирали. В общем-то, неплохо. Ну, как бы, на некоторое время сойдет. Там, может быть, что-то получше найдем по очкам, то купим уже. Мы здесь Снежку, в общем-то, решили сделать обновку. Снежки вот такие вот, айчоки. У меня такие. Хотя сейчас, в общем-то, погода чуть-чуть появились, тучки, но... Для того, чтобы не жмуриться, фигус тоже. А Дима, в общем-то, решил, типа, нахрену носить на кресле. Надо вообще менять стандарты. Ну, там неудобно сидеть, а он постоянно вперед отбрасывает. На земле наркот. О, смотри, Дима, сейчас разборки у нас будут. Да он здоровый не может. Время, с тачки сейчас уходит. О, все-все-все-все. Блин, ну, контент сейчас пойдет. Что, заехали? Заехали. Мы должны, в общем-то, вот в этой аптеке 24 должен быть фрезер. Такая машина, как бы твоима. Ну, слушайте, очень симпатичный. Алло. Мальчик без яичек, блядь. Еще раз снимешь, сейчас камеру засуну, знаешь, куда. Хорошая погода, ребят. Фикус, короче, Дима запускает адронный коллайдер, ребята. Адронный коллайдер. Главное, чтобы он не сподыхнулся, потому что было бы очень эпично. Фикус, руфинг. Я сейчас штеплю с зубами на плитку. Это руфинг, это очень опасное дело. Подожди, дай эпичности добавлю, эпичности добавлю. Все готов. Давай. А за что тебе цепляться, потому что... Это очень опасный зацеп, чувак, очень за... Оп, ядрыть, мать. Руфинг, оп, зацеп. О, тихо, все. Все, красавчик. Все, ребят, мы прибыли на Дерибасовскую, вот она, в общем-то. Главная улица Одессы, где происходит там отдых, веселье. Ты знаете, как у нас в Киеве на Хрещатике, перекрытой дорогой люди гуляют. Вот так вот гуляют, в общем-то, на Дерибасовской. Погодка сегодня, скажем так, ну, неплохая, честно, ребята, как для апреля конца. Хотелось бы еще теплее. Я реально уже вот в конце апреля ожидал, что вот такой вот в кофте гулять, но не в куртке. Ну, хотя бы не снег. Потому что, как показывают, там в других городах снег выпал. Здесь хотя бы не снег, и можно хоть немножко пройтись. Мы решили, в общем-то, зайти перекусить. Торговый центр Европа. Вот это жопа. Европа. Тише, тише. Ай, бля. Кое-что мне так кажется. Ай, да что ж такое? Это цепляет меня, зараза. Оно меня цепляет, Серега. Да, что, нацепляет его? Да. Мы пришли, в общем-то, в сутату хату. Чего, ребята? Жиденького? Кто понравился мне? Жиденького? Да, на самом деле, хорошая еда. Бывает полуже, чем всякий какой-то гамбургер. Какой же большой. Потому что, тоже, если честно, бывает от гамбургера уже лгать немного хочется. Хочется чего-то такого обычного, человеческого, домашнего. Для начала мне нужно найти вообще поднос. Пацаны решили похавать. А че? А где вы взяли приборчики? А вон там. Оп, приборчики. А то кушал я сейчас, ребята, не ложкой и вилкой, а правой и левой рукой. Соль, перчик. Ой, чуть-чуть ляпнул. Ну, прям ложку. Это нормально. Уже наклал. Короче, сидим и ребята кушаем. А тут Сережка интересный. В общем-то, собрал подписчиков. Мы пока что кушали, но я пока что одел очки для того, чтобы все-таки не забирать слабую Сережу. Может, и не забрал бы. Так, для безопасности. Но мы сейчас, ребята, бы что-то покушаем. Мы уже покушали. И пойдем сейчас в фризер в Одессе к Диме. И посидим там. Должны, в общем-то, еще прийти подписчики какие-то. Посмотрим, сколько их придет. Что это, ребята, было? Что это был за каратист? Он что-то помахал, помахал, в общем-то, и ушел.